Андрей Бабков на железнодорожном переезде в Запонском работает полтора года. За это время, говорит, насмотрелся всякого. Самарские водители нетерпеливые. Зачастую они едут на красный свет, объезжая опущенный шлагбаум, в надежде проскочить перед поездом. Нарушают правила в основном на легковых автомобилях. Он подъедет, посмотрел ни тут ни там и смыганул. Люди пытаются, номера, конечно, скрывают. Но у нас по инструкции мы должны записать номер, передать в дистанцию пути, а там они уже ГИБДД. Шлагбаум на переезде закрывается на разные периоды времени, от пяти минут до одного часа, в зависимости от интенсивности движения поездов. Механизм работает автоматически. Водители считают, что такая система безопасности на железной дороге давно устарела. Нужно идти в ногу со временем. Самый оптимальный вариант во многих городах, причем не такого большого масштаба, как Самара. Используются такие вот однополосные реверсивные переезды подземные и шикарно работают. А пока подземных переездов нет, железнодорожники делают все, чтобы наладить безопасное движение. Регулярно проводят профилактические акции с автолюбителями. Внимание, переезд. А для любителей острых ощущений планируют смонтировать новую заградительную систему. На этом переезде, этим летом, планируется установить противоторальное устройство. Это будут высовываться трубы железные из дороги, для того, чтобы просто-напросто автомобили не могли заехать на переезд. Из 32 переездов в Самарском регионе, 4 оборудованные шлагбаумом и сигнализацией, столько же оснащены УЗП устройством заграждения переезда. Остальные только светофорами. Как результат, в феврале на железнодорожных переездах Самарского региона под локомотивы попали два грузовика. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.